В Улан-Удэ 21 ноября пройдет массовое отключение света. Это связано с ремонтными работами на электросетях. Точный список адресов вы можете узнать на нашем сайте. В студии Саина Бухаева. Здравствуйте. Свежие события в материалах журналистов телекомпании «Аригус». И вначале коротко об остановках «Восточного экспресса». Спасала дом и обгорела. О бытовом подвиге 26-летней Улан-Удэнке и последствиях пожара информацию собирала Ирина Эрмиль. Новые правила благоустройства для нестационарных объектов. Кого коснуться и чем грозят подробности в материале Кристины Сосниной. Справка от нарколога станет золотой. Почему водителям придется раскошелиться в новом году, знает Ольга Арсенукаева. И начнем с трагедии на льду. На Гусином озере провалились два первоклассника. Один школьник помог другому выбраться из воды, а сам ушел под лед. Подробности ЧП в следующем материале. «Все случилось накануне около пяти часов вечера. Два мальчика, учащиеся гусиноозерской школы, отпросились погулять, а сами пошли на озеро проверить толщину льда и ушли далеко от берега». «Там местность, называется Дамба, недалеко от впадения в озеро реки Загустайка. То есть не то, что там даже вот еще лед тонкий, неокреп, еще и имеется небольшое течение от этой реки. То есть ледообразование там замедленное». Первоклассники дошли до полыньи и провалились. Из воды смог выбраться только один мальчик. «Прогуливаясь, дети отошли от берега на расстояние около двухсот метров, где под одним из них проломился лед и ребенок оказался в воде. Друг кинулся на помощь, успел вытолкнуть утопающего из полыньи, но сам не смог выбраться на твердой поверхности и ушел под воду». Спасенный мальчик побежал к берегу. Там его подобрал проезжавший мимо рыбак. Он довез ребенка до дома и сообщил в службу спасения. На поиски ребенка отправились четыре инспектора. «Оказались проблемы то, что тонкий лед, темно. Приблизительно 200 метров от береговой линии тело ребенка было обнаружено уже в замерзшей полынье, в месте, где он провалился. Немножко торчал его капюшончик. В этом месте глубина составляет, это камышами порушие составляет где-то полтора-два метра». Спасатели говорят, трагедия произошла по недосмотру взрослых. Буквально пару месяцев назад в гусенозерских школах проводили профилактические беседы об опасности водоемов. Но, вероятно, информацию усвоили не все. С начала года по Бурятии это восьмой случай гибели детей на воде. Пять несовершеннолетних утонули, трое провалились под лед. У ребенка все на месте. И ручки, и ножки. Женщина, бросившая полуторагодовалую дочь, ночью на морозе рассказала о самочувствии у малышки в интернете. Напомним, ранним субботним утром жительница поселка Новоильинск Заиграевского района нашла на пустыре в снегу маленького ребенка. Девочка почти не подавала признаков жизни. Малышку с обморожением пальцев рук и общим переохлаждением доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. По словам врачей, еще полчаса на улице и ребенок бы погиб. После суток в реанимации девочку перевели в обычную палату. С ней сейчас находится ее мать. Женщина сообщила о состоянии малышки на своей странице в соцсетях. Добавила, цитирую, я лежу в больнице, а не в бегах. Тем временем, по данному факту, правоохранительные органы проводят проверку. Если мать признают виновной, ей может грозить реальный срок заключения. А другая жительница Буряти защищала свой дом от огня. Сделать это Улан-Уденко пыталась ценой собственного здоровья. Этот факт зафиксировала оперативная городская сводка происшествия. Но за сухим сообщением о крупном пожаре в поселке Матросово человеческие судьбы и странные обстоятельства. Детали происшествия услышала моя коллега Ирина Ермель. Обожженный дом на улице Любови Шевцовой не пустует. Уже двое суток здесь в одиночку ночует четвероногая защитница. По материнской памяти собака ищет своих щенков. Они погибли в страшных обстоятельствах. И только по невероятной случайности обошлось без человеческих жертв. Огненная беда пришла в этот дом в воскресенье 17 ноября. Когда приехали пожарные, пламя уже перекинулось на крышу. Его как могла тушила 26-летняя хозяйка. С места происшествия ее увезли с многочисленными травмами. Нелли Аверьяновна с двумя внуками только что из больницы навещали пострадавшую в реанимации. Ольга Катаманова пришла в себя лишь спустя сутки. Врачи назвали страшную цифру. Ожог кожи 50%. Дочь в очень тяжелом состоянии. Очень много ожогов получила. Уснула. Видимо дым почувствовала. Веранда загорела. Побежала. Дверь открыла. И пламя в нее прямо сытывалось. Она растерялась. Ужас был в глазах. Просто в огонь побежала. Пыталась тушить. Не знаю, но она говорит, я ничего не помню. Но это такие глаза были вообще страшные. На счастье сыновья, пострадавшие им 4 и 6 лет, живут с бабушкой в Мухоршебирском районе. В Улан-Удэ хозяйка дома зарабатывала на жизнь. И это жилье приобрела на будущее для детей. По данным пожарных, дом загорелся из-за короткого замыкания. Но очевидцы утверждают, пожар буквально уничтожил веранду, крышу и половину дома за считанные минуты. Мне друг звонит, говорит, у тебя там, походу, в твоей стороне дом горит. Сразу сюда напрямую пробежал. Ну, где, говорю, где хозяйка, где хозяйка? Мне сказали, она говорит, вот там. Получается, я ее уже увидел, она вся обгорела. Конечно, тут постройка деревянная, но тем не менее, чтобы так быстро, я думаю, загорелась-то. Ну, я не знаю. Все по-разному говорят, как бы. Если кто-то даже что-то сделал, ну, я думаю, как бы все плохо у него будет. А у вас подозрения-то не было? Да нет, я ничего не буду говорить, как бы. Я не знаю ничего. Но сейчас самое главное для всей семьи – увидеть здоровой хозяйку дома. Все, кто хочет помочь, могут связаться с мамой, пострадавшей по телефону на экране. Ближайшие операции по восстановлению кожи девушки сделают по полису бесплатно. Но какие еще хирургические вмешательства потребуются в будущем? Мы продолжим следить за судьбой героев этого сюжета. В том числе и четвероногой подруги семьи. Ее обещали забрать с пепелища. Ирина Эрмиль, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». В Улан-Удэ решили взяться за облик киосков. Предприниматели заставят переделать имеющиеся торговые площади, а новые придется согласовывать с мэрией. Власти ввели ряд новых требований и запретили двухэтажные павильоны. Что изменится еще, продолжит Кристина Соснина. В Улан-Удэ более трех сотен киосков. И лишь 20 из них могут и дальше торговать спокойно. Всем остальным придется готовиться к переделкам. По новым правилам киоски не должны быть выше первого этажа, то есть до трех с половиной метров. Высота потолка внутри не должна быть меньше двух с половиной метров. А на фасаде не должно быть баннеров, дерева или металлосандинга. И построены они должны быть исключительно из композитных материалов. Композитные материалы – неоднородный сплошной материал, состоящий из двух и более компонентов, среди которых можно выделить армирующие элементы. Из преимуществ таких материалов – прочность и долговечность. А вот очевидный минус – это высокая стоимость. Также ввели требования к витринным части, не сатанат торговых объектов. В лицевой части фасад должен быть облицован витражом. Не более 80% площади фасада лицевого. И с боковых фасадов там 50% предусмотрено остекление. Новые требования коснутся в основном тех, у кого киоски расположены на частной территории. Торговые объекты на государстве, на земле и так проходили согласование. Все расходы за счет предпринимателя, только эскизный проект киоска нового поколения обойдется от 20 до 30 тысяч рублей. К таким затратам готовы не все бизнесмены. Если единый стиль нужно привести, так ради бога, только не в ущерб благоразумию. Ну это понятно. Им надо пополнение бюджета делать, что же им остается. Привести в порядок павильоны нужно до 1 января 2022 года. Тех, кто не согласует эскизы и не переделает старые, ждут штрафы. Кристина Соснина, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Медицинские справки для водителей станут дороже в несколько раз. И все из-за двух новых тестов. Пройти их нужно будет у нарколога. Чем и для чего пополнили список анализов. Требования изучила Ольга Арсенукаева. Заходите. Все под строгим контролем. Даже забор анализов. В этом кабинете проверяют, употреблял ли пациент наркотики. Тест-полоски способны выявить в организме 10 видов психотропных веществ. Опиаты, может быть, 2-3 дня держаться. Они могут, тогда как анабиноиды, от 3 до месяца держаться в организме человека. Опять-таки, все зависит от человека, от употребления, от интенсивности употребления. Ну и так далее. Много факторов. Пока эти тесты проходят только те, кто у врачей вызывает вопросы. Но уже в пятницу они станут обязательными для всех водителей. Получить или поменять права можно будет после детального изучения. Такое постановление опубликовал Минздрав России еще 11 ноября. Целью обязательного медицинского освидетельства не является определение наличия, отсутствия у кандидатов водителей и водителей и медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Пороговое значение для водителей составляет 1,2. Сейчас, вы видите, у нас идет, например, 5,1. То есть человек это употребляет алкоголь. Это еще один обязательный анализ. Теперь уже крови. Он определяет степень увлеченности пациента алкоголем за последние 2-3 недели. Даже если тот придет абсолютно трезвым. Аппарат и реагенты очень дорогостоящие, а потому только за одно это исследование придется выложить около 3 тысяч рублей. Данная мера необходима для противодействия употребления психоактивных веществ среди водителей, а также для выявления заболеваний, которые так или иначе будут препятствовать управлению транспортными средствами. Пьянству и наркомании за рулем решили дать бой. Но такие исследования сильно ударят по карману. В сети уже распространяют фото новых ценников на шоферские справки. Это, предположительно, из Якутии. Реакция последовала мгновенно. Это показал и наш опрос в соцсетях. За три часа в нем приняли участие более 600 человек. Большинство против новшеств. Согласен, что проверяли, но не так же дорого. Тут у большинства населения ЗП кое-как за 10 тысяч переваливает, а то и меньше. Судя по опросу, понятно, сколько у нас на дорогах алкоголиков и наркоманов. МРТ дешевле сделать. А вот автоинспекторы инициативу поддержали обеими руками. С начала года было задержано почти 6 тысяч водителей с признаками опьянения. Каждый пятый попался повторно. Есть люди, которые по 5-6 раз у нас выявляются за повторным управлением транспортным средством. Если же человек отказывается от прохождения каких-либо процедур медицинского свидетельства, то человеку, конечно, также грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет. С начала года по вине пьяных водителей произошло более 150 ДТП. В авариях погибло больше 40 человек, в том числе и те, кто оказался на месте случайно. Ольга Арсенукаева, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». Движемся дальше. И вот, что вас ждет во второй части выпуска. Замерзшие и простывшие дежурному по городу поступило разоблачающее видео из детского сада пригорода. Об этом смотрите в выпуске. Пропала собака. Как ее вернуть в новом эпизоде сериала «Противостояние ЦАСа» и «Людей в комментариях». Подробности материал Никиты Калебенкова. Что, где и когда не должны совершать подростки в правовую игру окунулась Ирина Эрмиль. Валенки и шапки не снимать. Такое правило впору вводить в детском саду колосок в ДНТ урожай. Там малыши ясельной группы мерзнут уже не первый год. Но сегодня терпение родителей кончилось, и они обратились к дежурному по городу. Почему? Смотрите далее. Сегодня в рубрику «Дежурный по городу» поступило необычное видео. Это жалоба на детский сад «Колосок». Там дети играют в верхней одежде и зимней обуви. Ведь температура в группе не более 10 градусов. Это происходит уже на протяжении нескольких лет. Четыре года это уже все длится. Дети болеют, простывают. Воспитатели ставили обогреватели. И если более двух обогревателей включают, уже выбивают электричество. Попасть в саму группу нам не удалось. Дверь закрыли прямо перед нами. Но мы знаем, что сотрудники находятся в здании. Слышно, как они ходят и разговаривают. Предположительно, детей здесь нет. По информации родителей, их могли перевезти на время сунчаса в главное здание. Со слов родителей, ясельная группа располагается в здании старой администрации. К ней сделали небольшой пристрой, но, вероятно, его плохо утеплили. То ли из-за снятого родителями видео, то ли так совпало. Но сегодня в сад нагрянула проверка. Я Роспотребнадзор. А кто вас вызвал? Никто нас не вызывал сегодня. У нас плановая проверка в садике. Ага. Вы будете проверять температуру воздуха, да? Смотрите, у вас в воздухе. Почему? То есть это в связи с проверкой детей перевели сегодня сюда? В связи с температурным режимом перевели. Потому что вчера не было электроэнергии целый день. И здание остыло. Здание остыло только вчера. Родители жалуются нам уже сколько на протяжении всей зимы? В прошлом году. Я никакие металли давать не могу, потому что я не руководитель. А где руководитель? Руководитель, она на выезде. По санитарным нормам и правилам в игровых дошкольных организациях температура должна быть 21-23 градуса, а в спальных 19-20 градусов. Сегодня были сделаны инструментальные измерения параметров микроклимата. Результаты будут известны завтра, после чего будут приняты соответствующие меры. Вплоть до временного запрета деятельности. Мы дождемся результатов исследований. Об этом сообщим Министерство образования Республики. Чем закончится эта история и когда начнет работу ясельная группа, мы узнаем уже в конце недели, в пятницу. Ну а если и вам нужна помощь дежурного по городу, звоните. Будем разбираться вместе. Виктория Гарманова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Фирма по отлову собак ведет охоту на домашних питомцев. А с таким обвинением в компанию обратились и владельцы одного из животных. На днях в социальной сети облетели фотографии пса, которого поймали возле одного из торговых центров города. И увезли в питомник. Но, как выяснил, собака не бродячая. Чем закончилась эта история и мнение сторон в материале Никиты Коробенкова. Макс, 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 позови его. Детилетний Илья вот уже 20 минут обследует вольеры пункта передержки в поисках своего четвероногого друга Макса. Его он выгулил в прошлую пятницу, якобы отпустил с поводка на минуту, потерял его из виду. А после увидел, как сотрудники ЦАС загружают собаку в фургон. Вместе с юристом и полицейским хозяин нашел таки свою собаку, но опознавательных знаков вроде ошейника или бирки на ней не было. По телефону ему отказали в выдаче этой собаки без каких-либо объяснений причин. На сегодняшний момент, то есть, эта собака, она и узнает, и хозяина самого, она, видимо, находится в очень плачевном состоянии, потому что она практически не реагирует. Ну, ни на кого просто. Представлен ветеринарный паспорт, представлен договор купли-продажи данной собаки. Эти все материалы, они были приложены к заявлению. Однако выдавать собаку отказались. Вместо этого сотрудник ЦАС повел себя, мягко говоря, странно. Не только хозяина Макса, но и полицейского и съемочную группу окружили сторожевыми псами, чтобы никто из присутствующих не попытался забрать четвероногого самостоятельно. А ты кто здесь? А? А ты кто здесь? На частной территории здесь находишься. На частной территории, молодой человек. А ты сейчас собаку-то сюда привел, чтобы она нас не пускала, укусила, натравливаешь? Нет, я просто не хочу, чтобы мы ее забрали. Через несколько минут прибыло подкрепление. Завязался жаркий спорт с попытками помешать работе оператора. У нас есть определенный, вы сейчас вторглись в частную собственность, да? У нас есть определенное время для приема. Камеру убили. Собой взяли ребенка. У нас здесь собаки в городе, главное, да, они возникли в больнице. Ну и что, внимание, можно вообще столкать. Меньше чем за год у ЦАС отловили почти 8 тысяч безнадзорных животных. Сейчас их контракт закончился, но по дополнительному соглашению они реагируют на заявки жителей и отлавливают собак, пока новый оператор не приступил к выполнению своих обязанностей. К нам поступили заявки на наш горячий номер телефона от 8 жителей улицы Буйко. Там стая собак в количестве 14 штук терроризировала два дома. Собаку все-таки не выдали. Попросили прийти на завтра в приемный день. Как нам пояснили в руководстве компании, конфликтной ситуации можно было избежать. Достаточно не спускать собаку с поводка. Как только собаку отпустили с поводка и она куда-то убежала, она считается уже безнадзорной. Просто надо было обратиться в офис, переговорить, переговорить. Мы могли бы тоже пойти навстречу, но не врываться на эту территорию, где находится столько собак. Тем временем с 25 ноября и до конца года в городе будут работать два оператора по отлову – Жада и ЦАС. За это время им необходимо отловить более трех тысяч собак. Никита Горобенко, Вячеслав Цивиков, телекомпания «Орегус». Россияне научились самостоятельно приумножать свои доходы. Игра на бирже для многих стала способом заработка. Видимо, это не понравилось чиновникам. Настолько, что людям захотели перекрыть доступ к инвестиционной деятельности. Подробнее об этом расскажет Артемий Ушаков в рубрике «Чужие деньги». Хороший банк возьмет ваши деньги за 6% годовых, а одолжит уже по 25%. Но кому могут быть интересны такие предложения, если есть свободный доступ к рынкам ценных бумаг и инвестиционным площадкам? Вот и банки задумались. Слишком много денег проходит мимо кассы. Нужно их срочно прибрать. То есть защитить. В общем, совсем скоро к игре на бирже будут допускать только квалифицированных инвесторов с активами от 10 миллионов рублей. А вы свою мятую сотку держите по себе. Брокер ее не возьмет. Вы же должны понимать, даже российская экономика предпочитает более твердую валюту и более крупные суммы. Чтобы сразу стало понятно, кто здесь хозяин. К примеру, международные инвесторы активно скупают облигации и акции российских компаний. И того, и другого только в ноябре набрали уже на 350 миллионов долларов. Учитывая совокупные доли валютного капитала в бизнесе, непонятно одно, почему его до сих пор называют российским. И вообще, зачем России столько долларов, если политики на каждом углу кричат о токсичности иностранной валюты? Выглядит все так, как будто бы одной рукой загребают, а другой избавляются. Тот же фонд национального благосостояния пересчитал зеленые бумажки, насчитал 45 миллиардов американских денег. Заявили, такое количество долларов иметь опасно. И решили срочно сократить запас на 1%. Ход в правительстве назвали стратегическим. Физическим национальное благосостояние отныне будет выглядеть так. 45% доллара США, 45% евро и 10% фунты стерлингов. Я один не заметил национальной валюты. Нет, на уровне правительства рублями тоже интересуются. И даже обещают встать на защиту того, кто осмелится вложить в отечественную экономику 30 триллионов рублей. Разговоры чиновника и инвестора по отдельным отраслям народного хозяйства начинаются от 5 миллиардов в национальной валюте. Взамен обещают прикрыть от повышения налогов и от вредных инвестору решений правительства. Даже если инвестор будет иностранным. А почему бы и нет? Деньги любят счет, особенно чужие. Вот и нам с вами разрешили посчитать, на что правительство расходует федеральный бюджет. Счетная палата России запустила навигатор по государственным расходам. Цитирую, только общество может дать адекватную оценку эффективности бюджетных расходов. Вот и я адекватно подытожу. Дороги в Москве в этом году обошлись на 120 миллиардов рублей дороже, чем здравоохранение в России. Международный день защиты прав ребенка отмечается сегодня. В разные годы, но именно 20 ноября, мир принял два важных документа. Декларацию и конвенцию о правах детей. Защищать права одно, а другое дело не допустить нарушение закона самими несовершеннолетними. Какая ответственность за это грозит? Правовой вопрос кропотливо изучили ученики одной из школ Улан-Удэ. Их знания сегодня проверила прокуратура железнодорожного района. В формате классической игры. Попробуйте свои силы и вы. Как в классической телепередаче, но вопросы как будто ставит сама жизнь. В этом году в железнодорожном районе статистика пугает. Почти на треть выросло количество уголовных дел с фигурантами-подростками. Большинство по алкоголю и наркотикам. С какого возраста наступает административная ответственность за употребление наркотических средств? 16 лет. Вы правы. Знание законов как минимум может заставить задуматься. Уголовно ответственность за тяжкое преступление могут назначить с 14 лет. А административное наказание за употребление наркотиков или алкоголя – не только штраф для родителей. Молодым нарушителям закона грозит арест или общественная работа. В прокуратуре решили информировать заранее. Старшеклассники 64-й школы перед правовой игрой изучили Конституцию, арбитраж и уголовный кодекс. Теперь фору могут дать любому взрослому. Ну, как нету 14 лет, то что это будет. За него родители? Да, за него родители. Наш учитель проводил консультации, в которых рассказывал про право, про законодательную систему в целом. Для меня стало открытием то, что ответственность за распитие спиртных напитков начинается с 16 лет. Что, злоупотребляли? Нет, конечно. За употребление наркотических средств среди несовершеннолетних существует тоже уголовная ответственность. Мера наказания, она регулируется различными статьями Уголовного кодекса. Статья 228 предусматривает лишение свободы от 1 до 5 годов. С начала года за употребление наркотиков в районе к административной ответственности привлекли 11 несовершеннолетних. 36 подростков распевали в общественных местах. Ну, опять же, это под влиянием сверстников, возможно, взрослых. Должны вмешиваться родители, взрослые, специальные учреждения, школа в первую очередь. В подарок лучшим игрокам сегодня сладкие конвенции о правах ребенка, Уголовный кодекс и Конституция России. В бумажном варианте они вряд ли попадали в руки малолетних нарушителей. В печальных цифрах района еще трое несовершеннолетних. Им вменяют уголовные преступления по 14 составам. И теперь их будущее в руках правосудия. Ирина Армель, Валерий Чедопов, телекомпания «Оригус». Он не видит, но пишет песни и поет. Незрячий музыкант презентовал клип о жизни людей с инвалидностью. Примера песни пройдет на телеканале «Оригус». Как шли съемки и кто в них принял участие? Расскажем в следующем материале. В одном клипе сплетаются три истории жизни людей с ограниченными возможностями. Для них обычные прогулки превращаются в полосу препятствий. Но на пути встречаются люди добрые. Так и называется песня. Люди, люди добрые. Мы люди дорогие. Рома – самый юный герой клипа. О съемках родители узнали от знакомых. По сюжету он следит за мальчишками, которые играют на площадке. Люди добрые. Вы люди дорогие. Мне понравилось играть в боксибол. И еще мне нравится спорт. С самого рождения хожу в бассейн. Ты сколько можешь проплыть? Пять. Еще длинусь. У мальчика ДЦП, но это не мешает ему ходить на плавание. Каждый выходной. Учиться в обычной школе. Перед тем, как на съемку поехать, мы его подготовили, мы поговорили с ним об этом. Вообще он такой более застенчивый и очень стесняется. Мы всегда за. Сниматься – значит сниматься. Куда-то ехать – значит ехать. Согласилась Ирина. Педагог в музыкальной школе. В клипе она сталкивается с проблемами дорог. Ей помогает водитель. Но снять получилось не с первого дубля. И была сложность в том, что много людей вот бегало и меня вытаскивало. Бабушки напараллельно бежали, меня вытаскивали. Вот эта сложность была. А так вообще очень здорово. Автор песни Алексей Асходулин. Начать съемки ему помогли прохожие. Случайный разговор вывел его на актеров и оператора. Аплодисменты. Мы втесались в День города. Потому что сами мы бы не организовали столько народа. И там он исполнил песню. И я видел реакцию людей. Они прям были очень удивлены. Я выражаю слова благодарности всем добрым людям, которые так или иначе помогали мне в моей незрячей жизни. Храни, храни же, Господи, вас, люди, дорогие. Саюна Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». И мы вам желаем добра и хороших новостей. На этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках Восточного экспресса. Новости также доступны на официальном сайте «Аригус.ТВ» и в социальных сетях. Я же вас благодарю за внимание. Спасибо вам. Субтитры подогнали Симон.